Привет, друзья! Сегодня я хочу вам показать вот такое вот существо, которое мы спасли из нашего бассейна. Оно называется скинк, или сцинк по-русски. Это вид ящерицы, который напоминает собой что-то между ящерицей и змеей. Как бы тело напоминает змею, что по внешнему виду, что на ощупь. Лапки как у ящерицы. Две передние лапки, две задние. Это существо, это рептилия, находится чаще под землей. Где оно охотится на паучков, жучков, личинки. И, видимо, это существо очень редко на поверхности. Чаще всего в нашем бассейне. Я читала, что, в принципе, они живут на земле или в земле, но при опасности они могут плавать. Это вот, видимо, то, что и случается здесь. Но проблема в том, что они не могут вылезти сами из бассейна. Они поднимаются по более шершавой части. И там, где верхняя часть бассейна, выложена кафельная плитка, и слишком скользко, они, видимо, не могут вылезти. Попробую приблить поближе, посмотреть. Эта ящерка похожа на молодую. Она меньше размером, и окраска не очень интенсивная. В прошлый раз, когда мы спасли такую же ящерицу из бассейна, она была немножко крупнее, и окраска была очень яркая. Брюшко было практически оранжевое. Попробую найти, если у меня сохранилось видео. Тогда я смогу вам показать его. Вот он успокоился у меня на руке, видимо, пригрелся на солнышке. Сейчас попробую положу его в воду, посмотрите, как он может плавать. Ой, что-то не плавает. Эй, ты живой? Ой, живой. Уснул. Смотрите, как он хорошо плавает. Красавчик, какое интересное существо. Ладно, давайте я не буду его пугать больше. И так он, бедненький, испуганный малыш. Я его просто отправлю на землю, посмотрим, как он себя поведет тогда. Давайте сейчас я его подвину аккуратненько. Давайте сюда. Сюда, иди сюда. Ой, малыш. Где он? Вот он. Давай дальше. О, все, пошел. Куда он ушел? Пошел под землю? Похоже, так же, как кроты ныряют. Да, все, нет, видите, он ушел в землю. Ну и вот, все на этом. Мам, да, все, пошел. Мам, да, все, пошел. Мам, да, все, пошел. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok